Северная столица продолжает удивлять нас с эксклюзивными ситуациями на обработках. В этот раз мы наткнулись на тараканов в диване. Это вообще удивительная редкость, поскольку в спальне тараканам вообще нечего делать. Пищи для них здесь недостаточно и в норме они живут и подятся на кухнях, либо в ванных комнатах и санузлах. Но здесь у нас диванные тараканы. Обратите внимание, как их много здесь. Это не какие-то единичные особи, которые случайно забрались внутрь дивана, убегая от распаленного по кухне инсектицида. Во-первых, обработка квартиры еще не проводилась. Во-вторых, тараканов здесь много и они явно давно и постоянно здесь прячутся. Это квартира в одном из спальных районов Санкт-Петербурга. Примечательность здесь в том, что в общем тараканов в ней не так уж и много. Нет такого, что насекомые прямо кишат на кухне и в туалете. Тем не менее, по какой-то причине часть их обосновалась именно на диване, и возле него на плентусах и за ковром на стене. И вот тут важный момент. Представьте, что в этой квартире было решено потроить тараканов, и либо сам хозяин, либо дизайн-сектор не осмотрели бы ни спальню, ни тем более диван. Поскольку просто потому, что в таких местах тараканов обычно не бывает. Тараканы живут обычно в кухне и в ванной. Тут их ищут, и тут их и травят. То есть просто люди подвинули бы мебель на кухню, отодвинули бы холодильник, стиралку, открыли бы нишу под ванной, это все обработали бы, а в спальню закрыли бы дверь, чтобы инсектицид туда просто не затянуло с воздухом. И думаю, дня через 2-3 здесь же в спальне или в коридоре увидели бы этих самых выживших тараканов из дивана. Какие бы выводы в этом случае сделали? Средство плохое, средство не работает, тараканы какие-то суперустойчивые, их уже никакие инсектициды не берут. Химии этих тараканов не выведешь. А на самом деле тараканов просто не потребили бы там, где они находились. И вот весь секрет, вот и вся причина в этом проблеме. С другой стороны возникает вопрос, что же теперь делать, чтобы уничтожить тараканов? Что нужно всю квартиру осматривать и переворачивать вверх дном? На самом деле да. По крайней мере, те места, где тараканов обычно не бывает, нужно хотя бы осмотреть диван, подвинуть, посмотреть на него сзади, шкаф обследовать, кресло. Если здесь имеются следы присутствия тараканов, то нужно углубляться в эти места и проводить более тщательный осмотр. Здесь обработку проводил Сергей. Он мог просто обследовать и обработать кухню санузлом, взять деньги за дизайн-секцию и уйти. А если бы хозяева квартиры вновь увидели тараканов, запросто можно было бы свалить всю вину на них и сказать, что это они, дескать, оставили где-то открытыми пути миграции насекомых от соседей. И тараканы просто пришли из соседних квартир вновь. Но Сергей опытный дизайн-сектор. И он знает, что дополнительные 15 минут обследования в спальне могут иногда выявить вот такой сюрприз. А еще 20-25 минут обработки этого же дивана истребят все эти сюрпризы под корень. Его работа будет выполнена хорошо, и клиент останется счастливым, и повторной обработки не потребуется. То же самое, кстати, актуально при травле клопов. И иногда быстрый осмотр не свойственных для них помещений, коридоров, кухонь, позволяет найти похожие неожиданные укрытия и уничтожить здесь всех насекомых. И поэтому, кстати, самостоятельная травля от тараканов так часто не дает людям желаемого результата. Потому что не имея опыта подобных сюрпризов, человек даже в своем доме не будет искать тараканов в спальне, например, в диване. И какое бы мощное средство он не купил, чтобы их потравить, как бы тщательно он не обрабатывал бы кухню и санузел, вот таких товарищей он пропустит и оставит в живых. А потом будет ломать голову, и почему у него не получается избавиться от этих насекомых. Так что знайте, любых насекомых в любой квартире нужно искать везде, куда они физически могут проникнуть. Эта квартира была в Санкт-Петербурге, в ней всех тараканов нашли и всех потравили. Но такие же квартиры, такие же диванные тараканы могут жить в любой квартире и в любом доме в Ленинградской области, в Москве, в Подмосковье, вообще в любом городе, в любом населенном пункте. Поэтому, если у вас по квартире шныряют эти ребята, будьте готовы разбирать даже диваны и травить их даже там. А если вы не хотите заниматься этим много раз на протяжении долгих лет, то вызывайте дизайн-секторов, которые найдут тараканов в квартире, где бы те ни прятались, и уничтожат их всех за один раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова